Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофрунтный. Сегодня я хочу показать вам что-то невероятное, очень интересное, вдохновляющее и в то же время вещь, над которой вы будете думать, рассуждать, а может быть возвращаться к данному видео. Потому что то, что я сегодня скажу, действительно должно повлиять на всех нас с вами. Итак, дорогие друзья, я хочу вам показать месячный таймфрейм. Вы видите на своих экранах график биткоина за всю его историю. Итак, давайте пройдемся. В данном месте я нанес такой индикатор, как RSI, индекс относительной силы. Вы видите его. Далее, ниже находится стахастический осциллятор относительной силы. Таким образом, я сопоставляю все эти два индикатора и проецирую его на сам график, ценовой график, который находится сверху. Итак, первое основное, что я заметил, это то, что биткоин всегда находил исторически свое дно, полноценное дно в циклах. Это на 44 горизонтали RSI индикатора. Обратите внимание, вот это горизонтальная желтая линия. Для удобства показываю вам. Раз, соответственно, два. То есть, в данных местах вы видите касание RSI с данной горизонталью, 44 горизонталью. Таким образом, мы можем провести вертикальную желтую линию, чтобы увидеть ее на графике. Обратите внимание. То есть, место, где RSI индикатор касается горизонтали 44, мы ставим в вертикальную линию. И поднимаемся вверх. И мы видим вот именно это место. То есть, как вы видите, раз, это дно, и как раз таки оно здесь и было. Точно так же здесь ставим вертикальную желтую линию, поднимаемся вверх и видим, как раз таки здесь и было тоже дно для данного цикла. На индикаторе RSI я поставил красную горизонтальную линию, которая соответствует 55 горизонтали. Итак, что такое 55 горизонталь для биткоина исторически? Это место, когда биткоин находил свое ложное дно. Подчеркиваю, ложное дно, дорогие друзья. Итак, в месте касания, раз, и соответственно, два, мы наносим вертикальную линию и поднимаем вверх. Итак, ложное дно, раз, ложное дно, два. Таким образом, биткоин выписал A, B, C волны, дорогие друзья. А вместе с тем и отскок дохлой кошки. Идеально, просто идеально. Я нанес диапазон дат. То есть, от начала пути биткоина к его дну. В первом цикле это составило 54 бар. Во втором цикле это составило 48 бар. И вот теперь мы начинаем прогноз, аналитику и, соответственно, предсказание. Но хочу подчеркнуть, это теория. Хотите, даже гипотеза, дорогие друзья. Взгляд в будущее. То есть, сейчас мы с вами приоткроем дверцу и посмотрим, что нас может, подчеркиваю, может ждать. Нас это не ждет, но может ждать. Предупрежден, значит вооружен. Более того, лучше ориентироваться на теоретические данные, чем ориентироваться на данные, взятые просто на обум из головы. Поэтому, внимание. Мы знаем, что первый цикл продлился 54 бар, а второй цикл 48. Соответственно, третий цикл мы возьмем как 48 бар. То есть, не будем брать даже по-среднему, а возьмем данные со второго цикла. Но, в то же время, я на этом даже настаиваю, что мы можем заметить зависимость, что второй цикл уменьшился на 6 бар. Соответственно, мы можем предположить, что и следующий цикл может продлиться на 6 бар меньше. Соответственно, 42 бара. Пусть у нас будет и этот момент. Итак, если мы учитываем, что цикл продлится 48 бар, то теоретическое, гипотетическое дно биткоина найдется 1 января 2023 года. Не очень, конечно, радостно, но в любом случае, мы для этого дела возьмем и поставим знак вопроса, так ли это или нет. Но, в то же время, если все-таки цикл уменьшается на 6 бар, или пускай даже 4, то тоже поставим знак вопроса, что, возможно, никто не исключает, что цикл данного медвежья рынка закончится 1 июля. А вот тут уже повеселее, согласитесь, дорогие друзья, повеселее. Тем не менее, я не настаиваю на том, что это будет 1 июля или 1 января. Возможно, это случится и 1 сентября, когда вы поведете своих детей в школу. Поэтому еще раз, я просто пытаюсь приоткрыть дверцу в будущее. Я ни на чем не настаиваю. Возможно, мы уже сегодня полетим вверх до 200 тысяч долларов за биткоин. Я не знаю. Но то, что я вижу, я вам и показываю. Вы можете перепроверить. Следующий момент. Если мы более-менее разобрались с гипотетическим, теоретическим дном для биткоина, когда он настанет, и поставили пометки, смотрим дальше. Единственное, что мы знаем, это то, что касание с 54 горизонталью свершилось. Соответственно, ложное дно уже было. Соответственно, мы ожидаем с вами теперь движение в сторону основного исторического дна, которое всегда находилось в районе 45-44 горизонтали по РСАИ. Итак, мы это с вами будем ждать. Это еще не произошло, дорогие друзья. Поэтому уже мы и об этом знаем, что, скорее всего, дно будет находиться именно на 44-45 горизонтали. Зная это, мы еще попробуем определить цену дна для биткоина. Но сейчас давайте перепроверим наши логические цепочки, исходя из осциллятора относительной силы данного индикатора. Итак, дорогие друзья, зная, что синий осциллятор находится на дне биткоина, давайте проведем горизонтальную линию до момента, пока он не начнет полноценно подниматься. Итак, предположим, что этот отрезок здесь. Соответственно, если мы перетащим его на следующий цикл, то есть когда было падение синяя, вы увидите, что они совпадают один в один. Совпадение? Не думаю. И теперь вновь, теоретически, если мы перетащим этот же отрезок, не меняя, не обрубая его, на самое дно синий скользящий, то мы с вами увидим, что теоретическое дно уже пересекается с первым январем 2023 года. Очередное подтверждение нашей теории, что возможно или вероятно, дно биткоина в данном цикле закончится 1 января 2023 года. Опять же, я ничего не утверждаю. Но здесь есть очень маленький, интересный, тонкий момент, дорогие друзья. Мы можем сказать, что, а ведь посмотри, здесь осциллятор уже гулял по дну и небольшой загиб вниз совершил. Хорошо, если это тоже учесть и переставить в эту зону, то мы увидим, что данный медвежий цикл продлится до 1 августа. То есть, что совпадает с июлем месяцем. Август-июль месяц. Соответственно, даже если, даже если, дорогие друзья, это будет июль или август или январь, в любом случае, мы уже имеем с вами предполагаемое дно для биткоина, именно тот участок, когда начнет восстанавливаться. В любом случае, это уже информация, над которой мы можем с вами думать и очень хорошо подготовиться. Теперь, когда мы с вами выяснили теоретическое, гипотетическое, кофейно-гущенское дно для биткоина, когда закончится медвежий цикл, то давайте еще с вами определим очень интересный момент. Сейчас впервые на своем канале и, в принципе, публично, я сделаю предположение теоретического, гипотетического, возможного пика для следующего, для следующего, подчеркиваю, цикла биткоина. То есть, до какой цены может дойти биткоин, прежде чем опять отправиться в свой последующий медвежий цикл. То есть, определить для будущего бычьего тренда пик биткоина. Итак, какой ценой он может быть? Опять же, я буду исходить из тех логических цепочек и связей, которые я обнаружил и показываю вам. Итак, сейчас я это уберу. Раз, два, три. Итак, поехали. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Когда биткоин запустился и дошел до своего пика, наносим раз. Следующий момент. Когда биткоин снова нашел свое дно в данном месте, у нас уже отмечено, и дошел до своего следующего пика, два. Теперь у нас тоже есть информация, когда все-таки биткоин спустился на свое дно, раз, и нашел следующую историческую вершину, мы тоже знаем. Три. Предположим, что мы не знаем историческую вершину для второго и третьего цикла рынка. Как же мы могли бы определить? Мы знаем с вами вот это расстояние. Если мы его поделим пополам и нанесем отрезок ровно до половины, и переставим на следующий цикл, что мы с вами увидим, дорогие друзья? Вуаля! Просто один в один. Казалось бы, может быть совпадение? Возможно. Итак, а теперь мы нанесем следующий отрезок на второй цикл, для того, чтобы определить историческую вершину следующего, третьего цикла, если бы мы не знали. Итак, наносим, берем отрезок, находим середину и переставляем. Пожалуйста, дорогие друзья, как видите, практическая тютелька в тютельку. Здесь было просто идеально. Здесь нам не хватило совсем-совсем чуть-чуть. Итак, дорогие друзья, кульминация. Теперь мы сможем определить теоретическую, гипотетическую, историческую вершину для следующего цикла бычьего биткоина. Точно так же берем отрезок, делим данный прямоугольник пополам и смотрим. Наносим, дорогие друзья. Раз. Да, получается серединка. И, соответственно, этот отрезок мы должны переставить в следующее дно для биткоина. Этот отрезок как инструмент сейчас сохраняется. Наша сейчас задача определить дно для биткоина. Для этого включаем экспоненциальную. 50-е экспоненциальное. Но, как видите, дно для биткоина находилось импульсным движением чуть ниже 50-е. Попытаемся подобрать. Предположим, 70. Посмотрим. Более пристально, то мы видим, что дно для биткоина действительно оказалось на данной 70-е скользящей. И, зная это, мы теперь можем с вами провести эту 70-ю экспоненциальную и найти ориентировочное дно. Она будет идти вверх. И в то же время цена должна будет двигаться по направлению вниз. И теоретически вновь будет находиться в районе 22 500-25 тысяч долларов за биткоин. Если мы это все дело очень красиво возьмем и возьмем по среднему, предположим, это 24 тысячи долларов за биткоин. Предположим, дорогие друзья. Плюс-минус. Мы наверняка знать, но никак не можем. Хорошо. Значит, давайте поставим здесь горизонтальную метку. Вот она. Это теоретическое дно для биткоина, исходя из скользящей и RSI. И теперь мы нанесем с вами тот отрезок, который мы с вами подготовили. И попробуем определить вновь супер гипотетическую вершину для биткоина следующего цикла бычьего. И что мы видим, дорогие друзья? Пожалуйста, это район 112 тысяч долларов за биткоин. Я не утверждаю, что биткоин будет стоить 112 тысяч в этом году. Или, как мы уже определили, в 23-м году. Все реально, абсолютно. И мы сходили поэтапно. Если вы включили видео на этой секунде и услышали 112 тысяч, посмотрите видео от начала и до этого момента, чтобы понимать вообще, о чем идет речь. Я ведь не бросаю слова на ветер. Я не сказал, что так будет. Я говорю, что возможно. Мы вместе с вами провели эту работу. Вы тоже к этому причастны. Вы тоже теперь часть истории этого анализа. Соответственно, дорогие друзья, я поставлю здесь тоже горизонтальную метку. И, соответственно, знак вопроса. То есть, дорогие друзья, если все будет так планомерно, как мы говорили, и все завершится в районе 1 июня-1 августа, найдется дно и начнется движение вверх, то мы уже будем с вами точно знать, что если первая часть нашего марлезонского балета выполнена, то почему бы и не совершиться второй части марлезонского балета. Но, опять же, дорогие друзья, мы помним, что здесь, видите, этот отрезочек дошел-то не до конца. Поэтому с высокой долей вероятности мы можем тоже не дойти до 112, а дойти до психологической отметки, скажем, в районе 100 тысяч долларов. И здесь начать колбаситься. Все может быть. Я ничего не исключаю. Потому что прекрасно даю себе отчет, что такое вообще 100 тысяч долларов за биткоин или вообще что такое 100 тысяч долларов за какую-то криптомонету. А сейчас каратенечко и четенько про день текущих. Дорогие друзья, для тех, у кого есть маркет Сайфер, вы можете увидеть на своих экранах на этом индикаторе такую вещь, как кровавый алмаз. Дело в том, что на недельном таймфрейме он появился первый раз за всю историю биткоина. Обратите внимание, кровавый алмаз впервые за всю историю биткоина. Его ни разу не было. Да, естественно, эти мелкие алмазы медвежьего тренда они были. А вот конкретно касательно красного жесткого алмаза за всю историю биткоина его ни разу еще не было. Это говорит о очень серьезной ситуации и о силе медведей. Но у нас еще есть половина среды, четверть, пятницу, суббота и воскресенье для того, чтобы этот кровавый алмаз исчез, стерся. Так что это ни о чем еще не говорит, но нужно быть очень внимательным. И это действительно очень интересный сигнал, очень интересный. И в дополнение к тому, что уже я сказал, хочу показать. Мы уже встречали на месячном таймфрейме кровавый алмаз один единственный раз. И вы его видите, вот он здесь. Что было? Как раз таки этот кровавый алмаз совершился 1 марта 2020 года. Что привело нас в моменте практически к историческому дну за 1 декабря 2018 года. Поэтому очень и очень серьезный сигнал. Но дело в том, что он был, он сформировался. А наша с вами задача лишь сейчас наблюдать, закроется ли данная свечка таким образом с кровавым алмазом или все-таки нет. Что касается по текущим планам и наработкам, то все остается в силе. Мы говорили, что если зона 39 тысяч долларов не удержится, у нас будут открыты двери к 37 тысячам долларов за биткоин. В данный момент времени вы видите нанесенную сетку в Фибоначчи. И соответственно медвежий флаг. Опять же не факт, что он отработает. Но мы помним и в телеграм канале я уже вам писал, что за 8 апреля мы уже рисовали подобный флаг, который отработал себя. Опять же первый тейк профит. Зеленая рукоятка. То есть от начала тренда к началу флага. Соответственно переставим в теоретическую зону пробоя. И мы с вами получаем равнехонько 0.618 по Фибке. 36.585. То есть данный район это первый наш тейк профит. Теоретически. В случае если биткоин пробивает данный флагшток и идет ниже нулевой линии по Фибоначчи. То есть ниже 39.200. Соответственно здесь будет иметь место точка входа со стоп-лоссом в районе 39.600. И соответственно второй тейк профит. Переставляем флагшток. Точка теоретического пробоя. Это район 35.700 долларов за биткоин. Соответственно друзья это лишь теоретически возможный тейк профит. И который мы можем с вами взять. В случае пробоя данного флага и движения вниз. И напоследок давайте посмотрим что же у нас происходит по нашей схеме номер 1 по Вайхоффу. Дорогие друзья. Мы с вами находимся непосредственно в фазе D. И скорее всего практически в ее уже середине. Мы видим что предполагаемый отскок от 40 тысяч долларов за биткоин. То есть так называемая расторговочка. По сути дела началась. Конечно никто не исключает длинную жирную свечку. Прям до нашей аналитической зоны. Где возможно тут может быть расторговка. До пробитого уровня после чего движение вниз. Либо возможно уже прямо сейчас отскок в движение вверх до района. Я думаю не выше 42 тысяч долларов за биткоин. Так как у нас от 42 до 44 500 находится зона смерти. О которой мы говорим уже наверное второй месяц. Поэтому схема номер 1 остается нашей моделью number one. А сейчас я очень попросил бы вас подписаться на канал. Поставить лайк. Оставить комментарий. Обязательно дорогие друзья в описании под видео обратите внимание на две биржи. Bybit и Femix. Торгуйте от меня. Ну а пока все. Увидимся.